Всем привет! Сегодня хотел бы с вами пройтись по некоторым новостям, которые так или иначе касаются нас как инвесторов. Давайте начнем с новости про отключение России от системы SWIFT и как это может повлиять на Казахстан. SWIFT сам по себе не является платежной платформой, но зато является универсальной системой для обмена сообщений между банками. К этой глобальной системе подключено порядка 11 тысяч организаций из более чем 200 стран. SWIFT используется наподобие мессенджера, через который финансовые организации могут безопасно писать друг другу о том, кто кому сколько перевел. И такая быстрая коммуникация ускоряет весь процесс, и деньги появляются у получателей намного быстрее. Если заблокировать эту систему, то означает ли это полную остановку переводов и потерю денег? Ответ будет нет. Деньги как раз таки не смогут уйти, так как банки не смогут быстро об этом сообщать друг другу. И это приведет к тому, что переводить деньги станет сложнее, да и скорость этих переводов скорее всего замедлится. Насчет того, какие банки будут отключены от SWIFT, то это наверняка банки, которые уже попали под санкции, и при необходимости этот список скорее всего будет расширен. Теперь как это может сказаться на Казахстане? Ну, во-первых, мы от этой системы не отключены, так что для наших местных банков система остается доступной. И мы, как их клиенты, сможем воспользоваться SWIFT-переводом при необходимости. Но, по словам аналитика, это в первую очередь ударит по взаимной торговле с Россией, а торговля между нашими странами довольно-таки интенсивная. Еще одним важным санкционным решением стало замораживание финансовых резервов Центробанка России. Они это смогут сделать, так как половина резервов Центробанка размещена в банках западных стран. Этим они хотят ограничить возможности России для противодействия санкциям и в поддержании рубля. В таком случае такие меры тоже скажутся на рубле, что в свою очередь может сказаться и на тенге. У нас даже Национальный банк передвинул открытие торгов по валютной паре тенге-доллар на 3 часа дня понедельника. И откроется он в формате франкфуртского аукциона, что означает, будет установлен некий потолок для обесценивания тенге. Они это сделали в связи с высокой неопределенностью на рынке и для минимизации давления со стороны внешних факторов на валютный рынок страны. При таком режиме торговли возможный рост котировок по валютной паре тенге-доллар будет ограничен. Также Национальный банк сообщил, что готов проводить валютные интервенции для сглаживания влияния рубля на наш курс. Но как долго и в какой мере они смогут это делать, я не знаю. А что делать, покупать доллары или нет, точного ответа вам никто не скажет. Если вы до этого момента еще не купили доллары, то наверное уже и не стоит дергаться, так как доллары и так уже торгуются на высотах. С утра курс у банков на продажу доллара вообще запредельный, в районе 550 тенге. Но после обеда, когда торговля доллара на бирже откроется, уже будет более-менее понятно, какой курс на сегодня. Как я и сказал, Национальный банк будет пытаться сдерживать курс, но думаю, то, что будет твориться на поле боя и санкции от Запада, все равно будут вызывать колебания в курсе. Следующая новость – это возможная блокировка счетов российских резидентов у Interactive Brokers. Пару дней назад российские клиенты этого брокера начали получать письма с предупреждением о том, что их счета могут быть заблокированы, и они не смогут ни пополнять, ни выводить деньги со счета. Может ли такое ограничение коснуться граждан Казахстана? На данный момент мы не под какими санкциями, поэтому и трогать наши счета брокер не станет. Но для подстраховки вы, конечно, всегда можете открыть дополнительный брокерский счет на будущее. Но если вдруг брокер все-таки решит заблокировать, заморозить или даже закрыть счета казахстанцев, то мы обязательно об этом получим уведомление, и нам дадут время, чтобы предпринять все необходимые меры. Можно будет перевести бумаги другому брокеру или на крайний случай продать их и вывести средства. Вся эта ситуация показывает, что инвесторам нужно придерживаться принципа диверсификации во всем, будь то акции, валюта или даже брокер. К примеру, наверняка найдутся немало инвесторов, у которых портфель состоял в большинстве из российских акций. На фоне последних событий мы все наблюдаем, как акции Сбербанка, Яндекса, Газпрома, да и других многих российских компаний устремились вниз. Поэтому эти инвесторы ощутили такое падение больше всего. В разных чатах и комментах под видео пишут, что у них портфель просел на 30, 40, 60%. И это, конечно, эмоционально тяжело переносить. Такое стечение обстоятельств должно послужить своего рода уроком для уже практикующих инвесторов, так и для новичков, что рискованно вкладывается в один единственный рынок. И теперь уже на будущем мы должны думать о том, чтобы сократить такие риски, в нашем случае связанные со страной и политикой. Поэтому можно диверсифицировать портфель компаниями из других стран. Легче всего такое сделать с помощью ETF. И одним из таких ETF может послужить VT, который является одним из самых широких фондовых продуктов на рынке. Данный ETF предлагает доступ к глобальным фондовым рынкам, включая США, развитые и развивающиеся рынки других стран. Если посмотреть по странам, то в топ-10 входят США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и другие. Но тут сразу видно, что доля США в этом ETF составляет 60%. Если у вас уже имеются американские бумаги или же ETF на S&P 500, и вы не хотите увеличивать свою долю США в портфеле, то можете присмотреться к ETF VXUS. Этот ETF предлагает широкий доступ к рынкам акций за пределами США, включая как развитые, так и развивающиеся рынки. Таким образом, он отлично подойдет для диверсификации портфеля. Здесь в топ-10 стран по вкладам входят Япония, Великобритания, Гонконг, Тайвань, Австралия и другие. А среди компаний вы найдете такие названия, как Tencent, Samsung, Nestle, Alibaba, Louis Vuitton и другие. Кстати, также в такие неспокойные времена, когда происходят конфликты, повышаются цены и на сырьевые товары, такие как золото, нефть и газ. Золото, как вы возможно слышали, многие инвесторы используют для хеджирования своего портфеля, то есть для его защиты от резких колебаний. К примеру, на прошлой неделе он резко поднялся в цене, и такие колебания будут зависеть от того, как будут развиваться события. В прошлом, похоже, уже случалось. В 1978 году, когда была иранская революция, золото в цене прибавило почти 36%, а в следующем году после этого, в 1979 году, тоже был неспокойный год, и тогда началась афганская война. И в том году золото выросло на 120%. Я, конечно, не говорю, что в этот раз тоже так же будет, но все же надо это учитывать. На сегодня у меня все, это был такой короткий выпуск. Надеюсь, вся эта ситуация как можно скорее стабилизируется, и хочу пожелать всем нам мирного неба над головами. С вами был Ярнар, увидимся в следующем видео. Всем пока.